В низкой покривившейся избушке лесника Артема под большим темным образом сидели два человека. Сам Артем, малорослый и тощий мужичонка, со старческим помятым лицом, и с бородкой растущей из шеи. И прохожий охотник, молодой рослый парень в новой кумачевой рубахе и в больших болотных сапогах. Сидели они на скамье за маленьким треногим столиком, на котором, воткнутая в бутылку, лениво горела сальная свечка. За окном в ночных потемках шумела буря, какой обыкновенно природа разражается перед грозой. Злобно выл ветер, и болезненно стонали гнувшиеся деревья. Одно стекло в окне заклеено бумагой, и слышно было, как срывавшиеся листья стучали по этой бумаге. «Я тебе вот что скажу, православный!» — говорил Артем сиплым, тенарковым полушепотом, глядя не мигающими, словно испуганными, глазами на охотника. «Не боюсь я ни волков, ни медведей, ни зверей разных, а вот человека боюсь. От зверей ты ружьем или другим каким орудием спасешься, а от злого человека спасения никакого нет». «Известно, в зверя выстрелить можно, а выстрелит и в разбойника, сам же отвечать будешь и пойдешь в Сибирь». «Ну да, вот служу я, братец ты мой, тут в лесниках, без малого сколько, тридцать лет. И горе я от злых людей натерпелся, рассказать невозможно. Перебывало у меня тут их видимо-невидимо. Изба на просеке, дорога проезжая, ну, несет их чертей. Валится какой-нибудь злодей, шапки не снимавший, лба не перекрестивший, прям на тебя лезет. «Давай такой сякой хлеба. А где я тебе хлеба возьму? По какому полному праву? Мне что я миллионщик? Каждого прохожего пьяницу кормить». Он, известно, злоба и глаза запорошит, креста на них и на чертях нет. И, недолго думавший, трах тебя по уху, давай хлеба. Ну, даешь, не станешь же с ними, с идолами, драться. У иного в плечах косая сажень, кулачища, что твой сапог, а у меня сам видишь какая комплекция. Меня мизимцем можно зашибить. Ну, дашь ему хлеба, он нажрется, развалится поперек избы. Никакой тебе благодарности. А то бывают такие, что деньги спрашивают. Отвечай, говорят, где деньги. Какие у меня деньги, откуда им быть? У лесника, да чтоб денег не было, усмехнулся охотник. Так, жалования ты получаешь? Получаешь каждый месяц, да и чай лес тайком продаешь. Артем пугливо покосился на охотника и задрыгал своей бородкой, как сорок хвостом. Молодой ты еще, чтоб мне такие слова говорить, сказал он. За эти самые слова ты перед Богом ответчик. Ты сам-то из каких будешь, откуда? Я из Вязовски, сказал охотник. Старосты не Феда, сын. С ружьем балуешься. Я, когда моложе был, тоже любил баловство. Грехи наши тяжкие, зевнул Артем. Беда. Добрых людей мало, а злодеев и душегубов не приведи Бог сколько. Да ты словно будто меня боишься, спросил охотник. Ну вот еще, зачем мне тебя бояться? Я вижу же, понимаю. Ты вошел не то чтоб как. Перекрестился, поклонился, честь честью. Я понимаю. Тебе хлебца дать можно. Человек я вдовый. Печенье топлю. Самовар продал. Мясо или чего прочего. Не держу по бедности. Но хлебца сделай милость. В это время под скамьей что-то заворчало. Вслед за ворчанием послышалось шипение. Артем вздрогнул, поджал ноги и вопросительно поглядел на охотника. Это моя собака, твою кошку забежает, сказал охотник. Эй, черти, крикнул он под скамью. Куш, биты будете. Худая же у тебя, брат, кошка, одни кости да шерсть. Стара стала, околевать время, сказал Артем. Так ты сказываешь из вязовки? Не кормишь ты ее, я вижу, продолжил охотник. Она хоть и кошка, а таки тварь. Всякое дыхание. Жалеть же надо. Не чистого у вас вязовки, продолжал Артем, как бы не слушая охотника. В один год два раза церковь грабили. Есть же такие анафемы, а? Стало быть, не только людей. Даже Бога не боятся. Грабить Божье добро. Да за это повесить мало. В прежнее время таких шельмов губернаторы через палачей наказывали. Как не наказывай, хоть плетьми жарь, хоть засуди, а не выйдет толку. Из злого человека ничем зла не вышибешь. Спаси, помилуй, царица небесная, прерывисто вздохнул лесник. Спаси нас от всякого врага и супостада. На прошлой неделе в Воловьих займищах один косарь другого по грудям хватил. До смерти убил. А из-за чего дело вышло, Господи, твоя воля? Выходит этот один косарь из кабака, выпивший. Встречается ему другой, тоже выпивший. Внимательно слушавший охотник вдруг вздрогнул, вытянул лицо и прислушался. Постой-ка, перебил он лесника. Кажись, и кто-то кричит. Охотник и лесник, не отрывая глаз от темного окна, стали слушать. Сквозь шум леса слышны были звуки, какие слышат напряженное ухо во всякую бурю. Так что трудно было разобрать, люди это звали на помощь, или непогода плачет в трубе. Но рванул ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донес явственный крик. Караул! Легки твои душегубы на помине, сказал охотник, бледнее и поднимаясь. Грабят кого-то? Господи, помил, прошептал лесник тоже, бледнее и поднимаясь. Охотник бесцельно поглядел в окно и прошелся по избе. Ночь-то, ночь какая, обрамотал он. Ни сги не видать, время самое такое, чтоб грабить. Слышь, опять крикнуло. Лесник поглядел на образ, с образа перевел глаза на охотника и опустился на скамью, в изнеможении человека, испуганного внезапным известием. Православный, сказал он плачущим голосом, ты бы пошел в сене, да на засов двери запер, и огонь бы потушить надо. По какому случаю, удивился охотник. Не ровен час заберутся сюда, ох, грехи наши. Идти нужно, а ты двери на засов, голова. Пошли, что ли? Охотник перекинул на плечо ружье и взялся за шапку. Одевайся, бери свое ружье. Флерка? Иси, крикнул он собаке. Из-под скамьи вышла собака с длинными огрызенными ушами, помесь сетера с дворняшкой. Она потянулась у ног хозяина и завиляла хвостом. — Что ж ты сидишь? — крикнул охотник на лесника. — Мне ж ты не пойдешь. — Куды? — спросил лесник. — На помощь. — Куда мне махнул рукой лесник, пожимаясь всем телом? — Бог с ним всем. — Отчего ж ты не хочешь идти? — удивился охотник. — После страшных разговоров я теперь шага не стукнув по тьмах. Бог с ним совсем. Чего я там в лесу не видал? — Да чего ты боишься? — закричал охотник. — Мне что, у тебя ружья нет. — Пойдем сделай милость. Одному идти боязно, вдвоем веселей, слышь? Опять крикнула. — Вставай. — Как ты обо мне понимаешь, парень? — простонал лесник. — Мне что я дурак, что пойду на свою погибель. — Так ты не пойдешь? — лесник молчал. Собака, вероятно, услышавшая человеческий крик, жалобно залаяла. — Пойдешь, я тебя спрашиваю? — крикнул охотник, злобно тараща глаза. — Пристал ей Богу! — поморщился лесник. — Ступай сам! — Эээс, сволочь! — проворчал охотник, поворачиваясь к двери. Он вышел и оставил дверь настиж. В избу влетел ветер, огонь на свечке беспокойно замелькал, ярко вспыхнул и потух. Запирая за охотником дверь, лесник видел, как лужи на просеке, ближайшие сосны, и удаляющуюся фигуру гостя осветило молнией. Вдали проворчал гром. — Свят-свят-свят! — шепнул лесник, спеша просунуть толстый засов в ближайшие железные петли. — Какую погоду Бог послал! Вернувшись в избу, он ощупью добрался до печки, лег и укрылся с головой. Лежа под тулупом и напряженно прислушиваясь, он уже не слышал человеческого крика. Но зато удары грома становились все сильнее и раскатистее. Ему слышно было, как крупный, гонимый ветром дождь злобно застучал по стеклам и по бумаге окна. Понесла нелегкая, думал он, воображая себе охотника, мокнущего на дожде и спотыкающегося от пни. Небось, со страху зубами щелкает. Не далее, как минут через десять раздались шаги, и за ними сильный стук в дверь. — Кто там? — крикнул лесник. — Это я! — послышался голос охотника. — Отпери! Лесник сполз с печи, нащупал свечку и, зажегший ее, пошел отворять дверь. Охотник и его собака были мокрые до костей. Они попали под самый крупный и густой дождь, и теперь с них текло, как с невыжатых тряпок. — Что там случилось? — спросил лесник. — Баба в телеге ехала. — Да не на ту дорогу попала, — ответил охотник, пересиливая одышку. — В чапыгу залезла. — Ишь, дура, испугалась, значит. Ну что ж ты, вывел ее на дорогу? — Не желаю я тебе, подлецу, и такому отвечать, — сказал охотник, и бросил на скамью мокрую шапку. — Об тебе я теперь так понимаю, что ты подлец. И последний человек, еще тоже сторож, получает жалование. Мерзавицы такие. Лесник, виноватый походкой поплесок печи, крякнул и лег. Охотник сел на скамью, подумал и мокрый, и разлегся вдоль всей скамьи. Немного погодя, он поднялся, потушил свечку и опять лег. Во время одного особенно сильного удара грома он заворочился, сплюнул и проворчал. Страшно ему. А ежели бы резали бабу, чье дело вступиться за нее? Еще тоже старый человек, крещеный, свинятый и больше ничего. Лесник крякнул и глубоко вздохнул. Лерка где-то в потемках сильно встряхнула свое мокрое тело, отчего во все стороны посыпались брызги. — Стало быть, тебе и горе мало, ежели бы бабу зарезали, — продолжал охотник. — Ну, побей бог, не знал я, что это такое. Наступило молчание. Грозная туча уже прошла, удары грома слышались издали, но дождь все еще шел. — А ежели б, скажем, не баба, а ты, караул, — кричал, — прервал молчание охотник. — Хорошо б тебе скоту было, ежели б никто к тебе на выручку не побег. Встревожил ты меня своей подлостью, чтоб тебе было пусто. Засим еще после одного длинного антракта охотник сказал. — Стало быть, у тебя деньги есть, ежели боишься людей. Человек, который бедный, не станет бояться. — За эти самые слова ты перед богом, — ответчик, — прохрепел с печки Артем. — Нет у меня денег. — Ну да, у подлецов завсегда есть деньги. Зачем ты боишься людей? Стало быть, есть. Вот взять бы да ограбить тебя назло, чтоб ты понимал. Артем бесшумно сполз с печки, зажег свечку и сел под образом. Он был бледен и не сводил глаз с охотника. — Возьму вот и ограблю, — продолжал охотник, поднимаясь. — Ты как думал? Вашего брата учить нужно. Сказывай, где деньги. Артем поджал под себя ноги и замигал глазами. — Чего жмешься? Где, говорю, деньги спрятал? Языка тебе шут нету. — Молчишь? Охотник вскочил и подошел к леснику. — Глаза как сыч-то ращит. — Давай деньги, а то из ружья выстрелю. — Чего ты ко мне пристал? — завизжал лесник, и крупные слезы брызнули из его глаз. — По какой причине? Бог все видит. За все эти самые слова ты перед Богом, ответчик. Никакого полного права не имеешь ты с меня деньги требовать. Охотник поглядел на плачущее лицо Артема, поморщился и зашагал по избе. Потом сердито нахлобучил шапку и взялся за ружье. — Эх, глядеть на тебя противно, — процедил он сквозь зубы. — И видеть тебя не могу. Все равно мне не спать с тобой. Прощай. — Флерка. Хлопнула дверь, и беспокойный гость вышел со своей собакой. Артем запер за ним дверь, перегрестился и лег. — Субтитры сделал DimaTorzok —